Многие девушки при посещении бани задают себе вопрос а вдруг за мной кто-то следит. В нынешнее время становится практически невозможным подглядывание в банях, а вот раньше таких людей было довольно большое количество, назывались они вуайеристами. Частенько бывало, что вышедшие купаться девушки видели в камышах глядящего на них мужика. Если девчонки были веселые и необидчивые, то дело кончалось улюлюкиванием и подначками в сторону подсматривающего. Порой было так, что мужчина просто оказывался не в то время не в том месте. Он приходил порыбачить, а девки как раз устраивали купание. Мало кто из-за этого бросит рыбалку, так объясняли свои наблюдения местные мужчины. Екатерина II, сама того не осознавая, увеличила количество вуайеристов, когда разделила бани на мужские и женские. В общей бане подсматривать всегда было возможно и вполне законно. А с разделением бань надо было еще постараться пробраться и ухитриться подсмотреть так, чтоб никто не заметил. Как наказывали за измену в Индии увы, но если вуайеристов ловили, то их обвиняли во многом и жестоко наказывали. Если мужик подглядывал за девушками, купающимися в речке и не мог это ничем объяснить, то ему приписывали обвинение в колдовстве. Если же человек объяснял свой поступок тем, что ловил рыбу, когда девушки купались, ему могли приписать обвинение в браконьерстве, ведь рыбу можно было ловить не во всех местах, а увлеченные подсматриватели часто не думали, где они находятся. Как наказывали широчек с машерочками жестоко. Только за незаконную рыболовную деятельность, если повезло, вывернуться таким хорошим способом наказывали на 12 гривен. Или же били ремнем. При Петре Великом, дворяне, улеченные в браконьерстве, обязаны были уплатить штраф в размере 100 рублей, а нижние чины ожидала неминуемая ссылка. При обвинении в колдовстве, вуаирист нередко подвергался смертной казни, ведь колдовство считалось самым тяжким преступлением и неминуемо каралось. Убитого человека закапывали где-нибудь и считали пропавшим без вести. В редких случаях, в виде наказания, предусматривалось публичное посрамление. Достоинство человека унижали и делали его изгоем, лишали чести. Преступника водили по деревне ногишом и каждый мог его ударить или публично оскорбить. Считалось, что так обвивают охоту смотреть за девушками. Как наказывали нарушителей карантина в разных странах мира в нынешних банях в наше время подглядывание становится практически невозможным, да и мало кто этим занимается. Вуаиристов сейчас мало, немногие знают даже кто эти люди. Специального наказания это занятие не предусматривает, но улеченный в этом может попасть на статейку ВУК, РФ. Подглядывание в бане считается пережитком прошлого, мало кто этого боится. В наше время такое занятие считается заслуженно постыдным.